Здравствуйте, Завар Артёмович. Здравствуйте, Алхаз. Спасибо за приглашение. Завар Артёмович, Вы один из старейшин парламента. Вы открывали первое заседание Народного Собрания. Опытный политик. Не входите ни в одну политическую партию, ни в одно политическое движение. И что Вы думаете о том, что происходит сегодня в стране? Что не произошло, то, что, на мой взгляд, должно было произойти. Абхазия нуждается в серьезных изменениях и преобразованиях. Если мы эти преобразования не проведем, то у нас есть тысячелетний шанс сделать собственное суверенное государство. А в противном случае мы, на самом деле, можем превратиться просто в территорию. Что, в принципе, думаю, не отвечает чаяниям абсолютного большинства живущих здесь людей. Конечно же, построить государство суверенное, независимое, самодостаточное – это значительно сложнее. К сожалению, много накопилось вопросов. Они не вчера накопились, не позавчера. Они накапливаются в течение многих лет. И в этой связи нужны обязательно реформы. Мы являемся страной для гоняющей развития, если можно так сказать, во всех областях. Я не буду сейчас называть цифры, не буду называть, приводить какие-то примеры. Вот сам факт того, что мы этого не делаем, оно, с одной стороны, усиливает напряженность социальности в самом нашей стране, а с другой стороны, вызывает недовольство людей, непонимание того, к чему мы идем и что мы хотим сделать. Конечно же, точную оценку происходящих событий. С моей стороны, я с сожалением говорю, что вообще это все произошло. Лучше бы это не происходило, а мы бы занимались бы, опять же, реформой, преобразованием и двигались вперед. Конечно, это, наверное, дадут историки. Я не историк, я только констатирую сегодняшнюю ситуацию, которую вы сказали. Недавно в одном из своих интервью вы предрекаете дефолт Абхазии. Это было до 27 мая, до событий 27 мая. Вот в свете последних событий вы вставляете свой прогноз в силе? К сожалению, он остается. Вот я как раз и сказал, что у нас не было преобразования. Мы можем попадать в серьезный дефолт. Это шторм, это потрясение для всего государства. На самом деле, у нас надо будет выплачивать сейчас большие долги. Мы отменили пошлины, что в принципе правильно, но на этом историческом этапе отмены этих пошлин въездных, это примерно 500 миллионов, которые мы должны компенсировать. Вопрос стоит, где ее взять? В этой связи хотелось бы сказать, что пожелать вернее тому, кто, я не знаю, кто будет избран президентом, но любой, кто придет на эту должность, не допускать те ошибки, которые допускались сейчас, серьезно приступить к преобразованиям и реформам, а то опять мы можем вернуться в исходную ситуацию. Сейчас я никого не нагнетаю, никого не хочу пугать, но народ опять может высказать недовольствие, и это может вылиться в какие-то серьезные волнения. Серьезные волнения, форма тут простая, да? Есть и реформы. Реформы, как правило, проводятся сверху. Если они не проводятся, то происходят бунты, революции и так далее. Ну, хорошо, что мы с вами, или вернее у нашего народа хватает мудрости, чтобы это не перешло в гражданское противостояние, в гражданскую войну. И вот я со всей ответственностью хочу сказать спасибо всем, кто этого не допустил, включая, в смысле, ушедшего президента, тех, кто, в смысле, выражал там недовольствие. И спасибо мудрости, в смысле, тех, которые в этой ситуации как бы не довели это состояние, вот до чего мы не должны дойти, я речь веду, военным или вооруженном противостоянии. Понятно. Наверняка вы тоже следите за всем этим. В последнее время, особенно в социальных сетях, можно увидеть, прочитать, услышать очень много негатива в адрес помощника президента России, господина Суркова. Его даже открыто называют автором сценария событий 27 мая. Вы этого человека знаете давно. Но расскажите нам о нем. Я тоже это читал, в смысле, на самом деле, совершенно не понимаю, почему такую позицию занимают многие граждане нашей страны. Господин Сурков, знаю давно, Владислав Юрьевича, талантливый человек. Он человек слова, внимательный человек. Думаю, что его не любят в основном не другие России. И очень много людей, которые связывают свои неудачи именно с политикой, проводимой государством. Ранислав Юрьевич родился в простой семье, у него мама педагог. И стал государственным деятелем, близким саратиком Владимира Владимировича Путина. Я скажу его отношение к Абхазам или к Абхазской государственности. Можно и так говорить. Я думаю, что он был одним из ключевых людей или ключевых игроков в сложной геополитической игре, которая шла у нас на Южном Кавказе, связанной с Грузией, в нашем конфликте, в войне и все остальное. На самом деле в то время в руководстве страны России работало достаточно много лопистов интересов грузинского государства. Сурков пришел в администрацию президента примерно в 1997-1998 году. С 1999 года был примером, потом стал президентом Владимир Владимирович. Политика по отношению к Абхазии стала меняться. Нужно было найти так называемые грейперные точки, чтобы эту политику в реальные вещи превратить. Повторяю, было противостояние достаточно влиятельных людей, чтобы Россия скорее принудила бы Абхазию опять вернуться в лоно грузинской государственности. Тем не менее, я назвал его ключевым игроком, который разработал дорожную карту, если можно сказать, как сейчас говорят. Он разработал подходы и Владимир Владимирович с ним согласился, потому что Владимир Владимирович тоже хотел решать проблему малочисленного абхазского народа. И, конечно же, вы, наверное, помните, когда у нас не было связи, и появилась мобильная связь. Это полная заслуга, естественно, Путина. Но все это выполнял и делал Владислав Сурков. Достаточно оперативно и быстро решались вопросы, чтобы нам российская пенсия начала поступать. Это на самом деле была первая отдушина, где мы, находясь в блокаде, было как бы жить трудно. Паспорта потом, через некоторое время появились. У нас фактически не разрешалось же выездам людей не менее 60 лет. Да, в 90-е годы это было такое. Ну, это было до президентства Путина. Это все становилось более либерально, как говорится, и мы с вами это видели. В начале 2000-х годов 100 лимитов, которые мы стали получать для наших студентов. Это во многом благодаря труду этого человека, о котором мы с вами говорим. Хочу еще одну вещь подчеркнуть, я ее сейчас пропустил. Добавлю, что работая в коммерческой структуре, большой коммерческой структуре в начале 90-х годов, не будучи ни государственным деятелем, он и тогда начал помогать нашей стране и нашим людям. А как он тогда нам помогал? Ну, во-первых, помогал организовывать встречи Владислава Григорьевича с политическими деятелями России, с военными. И самое главное, помогал в информационной войне. Но бедная Амхазия тогда, это все стоило в смысле определенных усилий, включающих в себя и финансы тоже. Это был такой его посыл человеческий. Никто там вообще не приходило в голову, что вся эта работа стоит каких-то дивидендов. Абсолютно. Я могу много фактов таких рассказывать, но по существу имеется в виду, вот к чему сводилось. Я могу что-то пропустить, в конце концов, прошло много лет. И когда он приехал в Абхазию в конце прошлого года, и стал, был назначен помощником президента по Абхазии, и я как раз имел разговор с президентом страны. Он его знал давно, не когда только его назначили. Он тоже выразил тогда большое удовлетворение, что именно Сурков оказывает нам ту помощь, которую надеется. Мы надеемся, Россия, и выстраивать мосты между Абхазией и Россией. В развитии имеется в виду, но не знаю, что до этого ничего не было сделано. И первое, что сказал Владислав Юрьевич, на заседании политика российского государства, политика, определенная президентом, господином Путиным, сводится к поддержке легитимной власти. Легитимная власть у нас была в то время и в парламенте. Главное, президент и избранные все очень голосовали. И это неоднократно подчеркивалось. Хочу при этом вам сказать, что некоторым депутатам из оппозиционного блога даже это не понравилось. На самом деле он сказал, ну в смысле, не лукаве ничего. И была, выстраивалась разная, выстраивалась модель, в котором, в смысле, изыскивались средства для поддержания нас, я имею в виду абхазской экономики и решения многих политических вопросов, связанные с дальнейшей интеграцией. Речь не идет о том, что мы войдем в состав России. Ну это самая большая, в смысле, ну не могу сказать привита, чьего-то самая большая фантазия, чего-то воображение. Никогда об этом никто не говорил, ну и тем более в депутатском корпусе. И последние вот эти встречи, когда накалилась обстановка, он приехал и наоборот пытался потушить первые искры того, что мы потом можем сказать, что возникших пожара не хочется мне сказать, потому что пожара это несколько больше. И он проводил такую, в смысле, посрединскую переговорную работу. Мне кажется, что он проводил достаточно ее успешно, но и уход президента, мне кажется, что-то трудно было вообще себе представить. Он был во многом неожиданный, потому что поставленные вопросы в то время, в смысле, лидерами оппозиции, речь вообще не шла в президенте, речь шла о том, чтобы правительство, в связи с тем, что не выполняет взятые на себя обязательства, а это выражается, прежде всего, в сокращении бюджета ежегодно, и многих, вот, то, что мы к депутату приближаемся, ну а кто несет за это ответственность? Ну и вдруг эта ситуация стала накаляться, 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 но чем закончилось, вы знаете. То есть господин Сурков здесь ни при чем? Никакого отношения не имеет. Более того, господин Сурков явился тем, который, в смысле, сказал, что ни в коем случае никаких применений силы со стороны российских войск или спецслужб, не он решал, он просто высказался, но это была компетенция господина Иванова Галиева, и он тоже понимал, что, хотя, среди определенной части чиновников, такого высшего состава нашей страны, такие мысли приходили, и они как бы осторожно, осторожно, но высказывались. В этой связи, мне кажется, что, знаете, я иногда даже истеричные какие-то заявления слышу, есть второе мнение, в смысле, абхазской интеллигенции, которые говорят, мы не согласны с тем, что пишут и многие говорят в эфире. Абсолютно. В этой связи вот эти ненужные призывы, что мы соберем, выступим против. Против чего они хотят выступить? Против тех, кто пытается, чтобы в Абхазии был мир, порядок и достаток, тогда пускай выступают. Еще раз повторяю, господин Сурков проводит политику, определенное политическим руководством страны, и он, хочу сказать, что обладает достаточно хорошими качествами, обладает достаточно эволик, но это очень контактный человек, с ним можно разговаривать, можно его убеждать, переубеждать, рассказывать, как это лучше сделать, и мы это неоднократно наблюдали, не только я один. Последнее, что я хочу сказать по господину Суркову. У меня была с ним личная беседа, которая задала ему всего лишь один вопрос. каковы планы России, связанных с Абхазией? Ответ был честный, прямой, вы назвали меня достаточно опытным человеком, конечно же, если бы была бы хоть какая-то небольшая недосказанность или какие-нибудь другие действия, я бы это понял, и сегодня бы не говорил об этом, вовсе услышал, я понимаю, что меня сегодня может слушать очень большое количество людей. Спросил, задал тот вопрос, о котором я уже сказал. На что он сказал? мы хотим, чтобы Абхазия была суверенным, самодостаточным и эффективным государством, и приложим все усилия, чтобы это случилось и состоялось. Двух мнений здесь нет. У нас могут с вами быть тактические вопросы, как это сделать, и здесь мы тоже будем постоянно сверять часы нашего движения. Спасибо, Завур Артемович, я пожелаю вам и себе, пожелаю, вернее, друг другу, чтобы Абхазия действительно стала прогрессивным, современным, самодостаточным, демократическим государством. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова